Всем привет! Нередко бывает, что при работе с болгаркой закусывает диск и снять его довольно проблематично, даже для опытных мастеров, и уж тем более не имея специального ключа. А если вы новичок, то при попытках снять круг можете случайно повредить или даже сломать инструмент. Как говорится, все приходит с опытом. В этом видео я покажу вам все варианты, как открутить зажатую гайку и снять заклинивший диск. Все эти способы универсальные и подойдут абсолютно на любую УШМ, любой модели и любой марки. Что ж, давайте начнем. Первое, что мы делаем, отключаем болгарку от сети, ведь вы не хотите, чтобы она заработала у вас в руках. Иногда, не имея ключа, диск можно открутить от руки. Необходимо всего лишь небольшое усилие. Зажимаем стопор и откручиваем. Таким же способом можно его поставить и затянуть, так же от руки. Не переживайте, если думаете, что недостаточно сильно его затянули. При работе он крутится в таком направлении, что сам себя затягивает. Если вы работаете с болгаркой, то я рекомендовал бы вам ключ примотать изолентой на кабель. Так ключ всегда будет под рукой изолента, на случай, если что-то необходимо подмотать или заизолировать. Еще советую поставить вот такие прокладки. Они никак не мешают работе инструмента, а круг с ними откручивается намного легче. Если нет таких прокладок, их можно сделать из подручных вещей, из куска картона или из пачки сигарет. Как всегда бывает, специального ключа у нас нет под рукой, но его можно заменить газовым. Подойдет абсолютно любой, но лучше, конечно, использовать первый или второй номер. На заметку, чтобы вы знали, газовый ключ всегда ставится вот в таком положении, чтобы усилие было на эту ручку, а не на эту. Нам необходимо, чтобы был рычаг, чтобы он сам себя закусывал. Если круг закусило достаточно сильно, то простых усилий тут недостаточно. Для этого нам понадобится любой тяжелый предмет. Подойдет абсолютно все, что есть под рукой. Молоток, арматура, труба, брус. Зажимаем стопор и нам необходимо ударить по диску в сторону его откручивания. Не советую использовать этот метод слишком часто. Это может повредить или сломать стопор. Если и это не помогло, берем отвертку или что-то наподобие гвоздя, дюпеля или сверла и упираем в гайку. Зажимаем стопор и при помощи молотка бьем в сторону откручивания. Если и так не удалось открутить, то следующий способ срабатывает всегда. Нам понадобится перфоратор. Для этого берем подходящий бур, в данном случае это шестерка. Зажимаем стопор, на перфораторе ставим режим молоток, упираем в гайку и включаем. От этих ударов гайка крутится 100%. Также для того, чтобы расслабить гайку, часто используют метод нагрева. При работе где-то на стройке или в цеху используют резак, но у меня его нет. Я буду использовать ручную горелку. Нагреваем гайку. Как вы знаете, при нагреве металла в нем происходит процесс линейного расширения. Металл становится более мягким. И как вы видите, без особых усилий гайка откручивается. Хочу дополнить, что это никак не повредит резьбе или самой гайке. Но что же делать, если резака или горелки нет под рукой? Есть еще один способ. Для этого нам понадобится обычный брусок или доска. Включаем болгарку и при помощи трения гайки о брус, гайка нагревается до нужной температуры. Как вы можете видеть, откручивается без особых усилий. Также часто используют метод вытачивания. Необходимо взять кусок металла небольшой толщины. Толщина должна быть меньше толщины диска. В моем случае я использую лопату. Отламываем лишние части круга, чтобы получилось вот так. Далее просто стачиваем остатки круга металл. Как вы можете видеть, гайка откручивается от руки. Также нередко встречается, что ломается сам стопор. Как например на моей 125 болгарке. Тут уже вышеперечисленные способы не сработает. Нам необходимо его как-то застопорить. Для этого я использую ключ на 17. Конкретно на этой болгарке он сюда отлично подходит. Но в большинстве случаев его необходимо немножко сточить. Зажимаем ключом и стопорим. Как вы видите, все прекрасно откручивается. Это и были все способы, как открутить гайку и снять зажатый круг, который знаю я. Других вариантов я не встречал. Возможно существуют еще какие-то примеры, но суть их примерно одна. Если вы знаете какой-то метод, обязательно поделитесь им в комментариях. Надеюсь это видео было для вас полезным. Если это так, ставь лайк. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Не забывайте соблюдать технику безопасности. Всем удачи. Пока.